Приветствую всех на своем канале. Сегодня будем с вами создавать праздничное предновогоднее настроение для близнецов. Для этого воспользуемся пассианцем, только с хорошими значениями. Пассианцы вы все эти уже знаете. Вместе со мной смотрите совпадение картинок, изображение на карточках. Если я что-то пропущу, пишите в комментариях, мы дополним. А сейчас мы посмотрим, что приготовил Дедушка Мороз для близнецов в Новый год и в период предновогодней подготовки. Ну и январских каникул, возможно, для кого-то, да? Итак, смотрим. Письмо. Какое-то важное известие. Письмо будет для вас, естественно, радостное, праздничное. Это может быть поздравление от кого-то издалека, кого вы очень ждали. То есть письмо вас очень порадует, потому что мы же на приятные события смотрим на подарочки. То есть это может быть неожиданное известие от какого-то дорогого для вас человека. Так, что еще? Конечно, для близнецов первый подарок выпал общительный подарок. То есть это коммуникация с кем-то, который ваш знак покровительствует, можно так сказать. Так, что еще у нас? Какие еще подарочки? Часы. Так, у тельцов, по-моему, выпадали тоже часы. Конечно же, на часах здесь изображено время без пяти двенадцать. Празднование Нового года. Это может быть как символ, говорящий о том, что нужно подготовиться к тому, чтобы загадать желание. Подбой курантов. И, конечно же, наполнить бокал. Поэтому вот, ну, может быть, желание можно загадывать всем, не только близнецам, тельцам. Но дело в том, что если выпадает такой знак, значит, следует обратить на это особое внимание. Так, что еще? Коньки. Много развлечений, веселья. Конечно же, катание на катке, на коньках. Особенно, если вы это любите. То, как говорится, сам Дед Мороз велел. Поэтому, пожалуйста, развлечения, всевозможные мероприятия, концерты праздничные, которые поднимают настроение. То есть, все для вас будет благоприятно. Поэтому не отмахивайтесь, если вдруг не будет настроения куда-то идти. Вот он и фейерверк, конечно, новогодний. Вам выпадают бенгальские огни. Зажигайте бенгальские огни в новогоднюю ночь. Будьте только аккуратны, конечно, со всеми этими пиротехническими делами. Поэтому вот таким образом тоже поднимите себе и окружающим настроение. Так, какие еще совпадения? Зеркало. Зеркало. Это может быть связано, во-первых, с вашей внешностью. То есть, будете наряжаться, украшаться. Могут появиться какие-то обновки. То есть, вам могут что-то подарить из одежды, из вещей. Может быть, косметики. Все, что помогает нам прихорашиваться. Ну, или также это могут быть подарки от вас самих себе любимым. Поэтому, вот, пожалуйста. Зеркало еще некоторых пассиансов говорит о том, что возможно новое знакомство. Поэтому, вот, смотрите. Конечно, пожалуйста, каток, фейерверки, бенгальские огни. Очень много есть мест, где также вы можете это приятное знакомство, значит, в виде подарочка новогоднего себе получить снеговик тоже, по-моему, у вновых, у близнецов выпадал. И вам тоже вот расскажу, что, конечно же, для развлечений можете слепить снеговика вместе со своими детишками. Если их пока нет, то, ну, с друзьями. И как раз почему бы не повод для веселого времяпрепровождения. И как раз, конечно, тоже вариант для знакомства. Потому что всегда в центре внимания те, кто лепит снеговика. Всегда к ним как-то хочется подключиться, помочь. И тоже, может быть, слепить еще одного, да, чтобы один снеговик не скучал. Давайте так еще осмотрим, что еще интересненького тут есть. Я больше совпадений не увидела. Если что-то пропустила, пишите в комментариях. Давайте с вами посчитаем, сколько у вас получилось совпадений. Письмо. Раз. Так. Что тут? Часы. Два. Что-то тут еще, по-моему, было. Может быть, я уже пропустила. Коньки. Три. Фейерверк. Четыре. Зеркало. Пять. Снеговик. Шесть. Ну, вроде больше ничего. Шесть совпадений. Очень хороший результат. Пишите ваши комментарии. Ваше мнение по поводу подарочков от Деда Мороза. А я вам желаю счастливого Нового года и поздравляю с наступающим. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.